так, сейчас я чат включу давай, 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 я отрудаю, короче что-то вы повисли все по чертям это у меня контакты, если что сейчас я его добью, наверное слышно, должно быть слышно так, сейчас перезапущу его в общем, так, сейф есть в общем, видишь щупальца, вот это третье третье его щупальца, становишься так чтобы поток пуль летел стоишь просто тупо мешишь, все, вот это убито, это можно перепрыгнуть надо разориться чуть-чуть халфайф дезматч, привет, Колян описание, да я так, просто чисто это ненадолго объяснить остроту то есть, третье щупальца, понял стоишь мешишь это можно перепрыгнуть и когда пуля вниз уходит, последняя тогда бежишь диагональю и делаешь два выстрела так то есть, видишь, когда я начинаю убивать щупальца, когда бегу влево то есть, правая добиваю атак а влево когда вот она на меня летит вот в этом положении я начинаю прыгать и стрелять мешить то есть, заранее вот здесь ты бежал стрелять пытался выбить то есть, этого не нужно делать только мешек потеряешь свой ритм вот я бегу, бегу, бегу когда подбегаю, уже начинаю стрелять если просто не попал когда пуля ушла вниз, я бегу на трава и уже начинаю ритм и когда я стою и жду пулю когда она улетит, я стою возле нее вот она, видишь, иногда она летит не вертикально вниз а немножко правее, если не успею подбежать щупальца но это не беда, можно так же, в принципе, сориентироваться сейчас мой фейл не добил так, что с геймпадом отключается привет, Серёга то есть первые две пули выпускают пули нет не решил пока стрелян выпускаю без машинга потом уже когда я внизу становлюсь то есть пока они долетают я уже начинаю мешать и получается сразу ритм две пули и ритм еле успел сейчас так это этот момент был да чё там еще вот ирфолл мне сначала ты принципе все так делаешь эти прыжки вот в этом моменте день стреляй по диагонали вверх потому что иногда можешь не попасть если стреляешь просто право так не понял вот этих чуваков надо убивать потому что лаги могут быть из-за перегрузки справить здесь просто два прыжка влево и потом три вправо не получилось где-то она фейлил я уже сам давно в контур не бегал мисклик и все ну вот он опять и снова тайминги здесь неудобно и пипец поздно опять здесь не страшно по моему вот видел какой лаг был из того что я не выстрелил на тебя сейчас должно получиться стопудов вот этот мужик будет выбегать постоянно с этой стороны то есть я буду делать все одинаковые этот мужик он там будет поэтому нужно это учитывать и убивать его они так как я сейчас хотя я пытался на самом деле изичный да я говорил сам пройти не могу это все слив я не тренировал кстати страту без бессмертия серьезно грунта весь стрим контракт будет не знаю я в че долго стримить не собирался хотел показать пару стран в итоге сам вспоминаю да блин ну все тут уже не получится да давай спокойно все уровень от тайминге как раз серьезно соседи начали стучать я всегда одинаковые выстрелы делаю в одинаковых местах а а а а а Играет музыка. Никакого ритма сейчас не будет. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. сейчас на этого босса не знаю как в принципе объяснять здесь два прыжка это максимально быстро здесь начинаешь центра за один прыжок две цели выбиваешь 2 другие две цели но а глич это уже отдельная тема блин ты смотря какой ты будешь пробовать делать если делать самый топовый то нужно чтобы за первый выстрел вот именно из этой позиции нужно стрелять чтобы крайние пули попали по обеим капсулам пойти потом определенный момент нужно еще с этой стороны выпрыгнуть тоже где-то в этой позиции чтобы второй фреймпер поймать и забаговать не поймал было близко но нет а старый глич принципе становишься с этого края тоже как-то пытаешься на рандомить я уже даже не помню какой момент там нужно выпрямить нужно выстрелить таким образом чтобы когда они появились твои пули были внутри как бы не поздно по моему да лол еще раньше нужно вот точно иван обед писаться ну здесь в принципе особо учить как бы просто где когда прыгнуть на этом уровне босс рандом не неприятно может в одной из трех позиций появится вот здесь фреймпер прыжок вот только в одном время можно без остановки это сделать во всех остальных посос будет и пиксель перфик может сказать как жабок а здесь тебя не будет времени подбирать останавливаться ну чё тут еще сорняками потом тоже там придется кое-какие момент на шестом то здесь есть глобал таймер я сейчас знаю сейва в каком положении будут огни но в реальном забеге я этого знать не могу так слишком мало выдержал то есть здесь главное выпрыгнуть быстро чтобы можно было вот здесь спрыгнуть и не зацепить огней ну это потом уже когда дойдешь до этого левела то есть там разные паттерны могут быть может сначала центральный огонь загореться может ли самый быстрый паттерн это когда центрально загорается ты без остановки там прообегаешь на тоненького можно сказать паузы глобал таймер можно спить вот такое часто бываешь ты просто не успеваешь лечь он может загореться в этом положении допустим когда ты будешь может вот в этом вот в этом вот поэтому я очень часто руинил забеги именно потому что тупо не успевал ложится вот я сейчас пытался лечь и у меня прожалась диагональ вот здесь прям на отходе он сейчас было опасно если прыгаю на отходе есть чуть-чуть замешкался вот уже допустим я бегу я не успею меня вот верх не убивает и смотри еще в чем фишка сразу тебе расскажу потому что когда ты спрыгиваешь он как бы встает то есть ты не можешь спрыгнуть когда над тобой пламя то есть нужно ждать пока она уйдет потому что убьет то есть был когда-то у меня тоже такой момент я шел там на кубе и сдох именно таким образом дальше сейчас по ориентируем принципе расскажу то есть я смотрю по пикселям какие там прыжки чего нажимать какие моменты нажимать прыжок здесь в принципе неважно вначале блин мог меня сбил так сейчас стану вот вот с этой позиции видишь тут такие черные четыре полосы вертикальные есть вот как ты до центра доходишь в этом месте надо нажимать прыжок в общем чтобы перепрыгнуть пулю и не запрыгнуть на верхнюю платформу но сейчас метод затроллили жестко в этот момент я прыгаю меня никогда ничего не заденет здесь есть какой-нибудь шальной там мог не выбежит здесь тоже самое вот это место в этом месте прыгаю тоже ориентир всегда работает ретро мейзер здесь глобал таймер тоже иногда можно без остановки пробежать иногда вот так вот будет сейчас я затупил отвлекся на мобов те что сзади бежали поэтому не проследил ладно давай сейчас может жабок пб лучше пока ты будешь работать эх не успел топовую страдку сделать это а и и и и твою страдку буду учить поздно надо ближе делать бад столбу снова далеко надо бы кап еще какой-то придумать с прыжка конечно проще по ощущениям дождь джамп сделать я далеко вправо убежал поэтому сбился и 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 на минус 20 лучше им брошу такое можно конечно вот я вы выпрыгнул я не долетел ты видишь смотри сейчас я сделаю по стенке вот я по стенке лечу но сейчас ладно сейчас я не успел бы просто тупо прыгнуть вообще после дальше и и и и и и и Серьезно? Да, у меня льдина по-другому, потому что я по-другому её и выбиваю. Эх, дэш! Чё-то не получается. С паузой. Чё-то не получается. Дэта на сейвах. Мышечную память надо выработать. Да, блин. Сейчас не должен был. Странно. Слишком высоко, когда бьёшь льдину, она... Назад летит. О-о-ой-ой. В такие моменты, когда я не идеально падаю, я не знаю, что делать. Прыжок, ты где? Та-о-ой-ой. 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 Фух, на тоненького успел. Та-о-ой-ой. Я сейчас вижу, что я поздно делаю. даже джамп огреб лол практически нет бэк абстрат ну согласен в принципе тут ошибки могут дорого стоить особенно если жизнь потерял после труба туннеля и все сразу понт дополнительные нет ладно уболтали так и быть буду использовать эту страту буду рейнить вдвое больше почему я сейчас не попал понять ой-ой-ой и и и Тайминг лол. Не макуя. Что я не так делаю с этой паузой? Не макуя. Кому? 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 неплохо без любых дальше я не знаю я даже не знаю блин бак это или не бак дальше вот эти вот ой-ой-ой вот один прыжок зарубинил все это ресет потому что я потом дальше слился бы бака фичи ну в принципе если ее портировали там на сегу и так на сеге бтдд есть то есть бтдд и так далее не знаю слов почвы в принципе нет нормально уже все читайте выпряги не получается неприятно не утром есть желание попробовать именно на железе поиграть посмотреть как она вообще может он реально проще хотя бы из-за того что блин нету падение фпс в этом месте вообще жесть ой-ой-ой с этими тенями помни стриме ну блин эти мне это страта не нравится что что бывает такое вот и вот такое что там у него за стрим то был мира почему я стал сдевать я сейчас походу в литм нет я хотел фиш фичи сделать даже не получился с робом анусом последнее время что-то проблему мне надо страту свой пересмотреть по-другому что-то делать куда я так спешу у меня запас времени был охранительный да киноман там еще занимается съемка и 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 у вас по таймингам так и знал я даже пытался чуть-чуть выдержать больше времени недостаточно думаю что круто ну то есть я помню когда-то был турнир по жабам от dandy forever по-моему вот и на тот момент тоже казалось что там пипец скилл колоссальный там кто-то делал сап 19 что ли на тренировках тогда это казалось охранительным временем но я тогда с пидранами вообще не увлекался в принципе но турнир меня этот заинтересовал тогда я посмотрел там некоторые записи блин это само собой там сейвовые страты использовались в каких-то местах потому что он сливать здесь жизни такое никто там не использовал глич на байках потому что он не был оптимизирован на тот момент что поклонira что он равен грн rid Ох, блин, как же нанотоненького было это. Может, вот так вот как-то. Потом. Чё-то какая-то фигня. Работает. Ну да, но это уже мой косяк, а не косяк страты. Работает. скип на по сосны крыса еще тоже не на тренина кстати толком надо прям в уголке всплыть чтобы нормально потом выплыть без задержек а у меня что-то это не получается нифига по этой моей страте которая проще в принципе в исполнении когда зажимаю там прыжок не могу быстро выпрыгнуть блин я же не вылетел зачем сейчас должно быть все равно криво и джипа мы записи там не было насколько я помню надо оптимизировать то не делаю то стенд с меня бог нет такими темпами и и и и Играет музыка. Играет музыка. Был на езда. Ну, да. А так, что-то с издания перенесли на спидрант-комникане. Если там у него есть запись джаг. Слопок. Так, что может ближе к стене надо или что? И дальше. Может серьезно дальше? Играет музыка. Неужели в этом проблема была? Да какая разница, не рал, какого года записи, какого качества, в принципе. Если она есть, то есть. Ну блин. Ну вот более-менее, в принципе, пойдет. По сравнению с тем, что у меня было. УКБ. Не стабильно. Ну блин, вот я аутист. Я столько страдал из-за какого-то пустяка, что нужно было просто чуть правее выплывать и все, ну лол. Как избежать половину колеса? Ну, там есть страда, в принципе. Моя старая страда со скипом. Вот, при ней вообще нету, в принципе, половины колеса, сейчас я покажу. То есть вот она. Можешь ее, кстати, учить, она не очень сложная. То есть этого выбиваешь так, а этого подкидываешь один раз и прыгаешь. Потом здесь перепрыгиваю, здесь делаю хэтбат, и здесь запрыгиваю сверху, и все. То есть молнии в меня не попадут, и колесо заспавнится как надо. В ста процентов случаев. Вот здесь я хэтбат на вертушку залетел, не смог пролететь вниз, вот так вот. Не знаю, сколько здесь потеряется времени за счет этого. Тем не менее. Не, ну, понятное дело, Миккей, что там можно как бы по-другому. Ну, главное делать все одинаково. И одинаковый результат будет. Ну, приблизительно одинаково, имею в виду. Не прям пиксель в пиксель, имею в виду, конечно. Лоу, у меня геймпад сейчас отключился. Блин, тут это нехорошо, между прочим. Потому что вот так вот буду на пиксель в пиксель в пиксель. И отвалится к чертям геймпада. Кстати, могу еще одну страту показать. Это моя самая самая первая на трубах была. Она вообще упорная, в общем-то. Вот такая вот. Здесь я прыгаю, здесь падаю. Схит-бат, потом вот сюда вот, и все, и назад. Правда, я не помню, как я тут уже действовал. Может быть, я здесь не делал ничего такого. Просто бежал на тоненького. Придж, милев. Спасибо. Геймпад, да, починил. Я разобрал оба геймпада, в общем, и на другого переставил резинку. Она еще пока еще жива. Но мне кажется, она ненадолго. Ну, я заказал на Али комплект, там, 5 комплектов резинок. Я думаю, мне хватит. Мне даже интересно, какие они, какого качества будут и сколько они проживут. Отвалился геймпад, когда Супер Метроид на ПБ. Но это вообще обидно, потому что... Супер Метроид, сколько там один забег занимает времени. Ай, блин, этот прыжок. Шрем пойму. То есть, бывает, никогда вообще с ним проблем нет. Так. Ладно, еще разочек здесь пройду. Пиксельски подает. Как-то я плохо ловить стал вообще. Супер Метроид на ПБ. По-моему, был даже. Са-50 за пару месяцев. Да фиг его знает. Может быть, не взял бы, если бы засел. Аса-50 за какое место там? Ну, блин, я никогда, в принципе, не ранил толком длинные игры такие, так что это не факт. Может быть, я там, не знаю, затупил бы где-нибудь. То есть, на самом деле, я в стабильность не очень хорошо умею. Как бы, что-то такое сложное исполнить я смогу, но чтобы стабильно это делать, у меня с этим проблемы. Поэтому я, возможно, поэтому я и коротенькие игры выбираю себе. В первые сотни. Ну, топ-100, конечно. Нормальная цель для Супер Метроидов. Так, крыса. Есть она у меня, лол. А, есть. С крысой почему-то сейчас проблема именно упасть в безошибочном. Кое-как зацепил ее. Да, блин. Пустины будет. Почти. Кстати, смотрел Пиджея, да, его батл-тот царкадный. Вообще жестко он там исполняет. На самом деле их сложно, блин. Все эти выбивания, все убийства сделать. Так, как это планировалось. Так, ладно, клингер у меня что-то блом. Скучно проезжать его. Ой-яй-яй. Вот лучше уже не прыгнуть, чем прыгнуть и не успеть попасть. 259 видеофайлов скачивал. Лол, ну лол. Это жестко. Ну да, кстати, посмотреть ПБ стенза, чем там натворил. Блин, ничего себе за слух очень. Ну да. Ну да. Блин. Ну да. Ну да. Ну да. Да блин, где мой дэш? Вот я чувствую прям на фрейм раньше, нажимая чем нужно. Зафейлил. Взрывы. 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 Примерно такой клинкер-вингер у меня был в МПБ, даже хуже. Примерно такой клинкер-вингер. Не буду делать диндэш-стринги в забеге. Не буду делать диндэш-стринги в забеге. Не буду делать диндэш-стринги в забеге. 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 то есть там суть чем то есть один на этих на жвачках на этих как они знают назвать на слизнях с 1 слизи на одну жабу цепляется потом я беру эту жабу вместе со слизи на руках и когда второй слизи меня на меня прыгает то я могу в принципе двигаться так как будто я ничего не держу в руках хотя нам не будет мой напарник пытается и можно будет быстро в принципе пробежать одному а потом в конце перед боссом выпнуть link да может и глян чё я делаю почему ты не упала плохая тетя сейчас было неожиданно сейчас а вот сейчас ожидано но я ступил почему падает потому что справит как бы залетаешь в ее или когда на тебя домах наносит маленький она падает разибал добила добила Уй-й-й, сейчас бэк-эдбафер она делает, ну лол. Как так вышло, слишком быстро, один хит, ну лол, кружка чайли пробую. Сильно. Ай, было бы эпично. Ну, почему не упала-то, сейчас-то должна была. Эх. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Что-то здесь я не так начал делать как обычно я это делаю как-то слоупочную на пружину прыгают ну да микки в принципе уже такая может быть налоги неудачный сейф он слоупочен у меня надо переписать будет и вот почему что за хитбокс сломали вдоль и там же какой-то патч выпустили микки я не знаю что конечно фиксили в этом патче но если он попал в другую категорию то видимо какие-то баги мегамен это это вообще такая дичь первая часть это очень сложно для спидрана будет если всякие зипы использовать и фасткил и до наверно пофиг так сойдет как пойдет так пойдет да их там много а боевка другая там теперь нельзя менять пушки по моему да то что ты на сотни часов в жопу лол облимбейте камон а а такой не слышал шмелев вообще а 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 ай ну я прям видел этот момент момент пососы андук прыгать и это все хп нет для скипа уже тяну кулки до делает зипы а а а а а а а блин ну дэш было бы почти идеально а 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 Мэнжик дару Ммм Так, камон Майка Майке Майка Майке Мастер Майки Майк Майка куда-то вперед улетел непонятно Дэш не получился блин жабы прям трутся днем точнее сейчас мне уже нужно будет скоро уходить снова вот а 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 Ай, ну чё она такая медленная была? Ого, ещё этот фреймперфик поймал с клубочным. Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, Мегамена в детстве тоже не было, никогда не играл, как и Кастл Ваня. Как-то никаких чувств к этим играм нет. Ай, не с той позиции. Не пролетел, ладно. Ай, ну чё ты, не с той позиции, не с той позиции, не с той позиции. Ай, ну чё ты, не с той позиции, не с той позиции, не с той позиции. Ай, ну чё ты, не с той позиции. Я не знаю, как этот паттерн делать. И проникся Мегаменом. Ну не знаю, я кстати играл тоже на эмоле, но это было наверное года три назад или четыре. И чё-то как-то не знаю, не очень. Я ещё всякие рефайты в играх не очень люблю, если честно. А в Мегамане это фишка, блин, как будто бы. Ой, лол, 50 секунд. Все, надо ПБ делать. С таким-то топовым третьим. Снова не дожал. Не получился деш-джамп. Так, ладно, ластецкую и всё. А вот Зельду вообще я что-то не понимаю, если честно. Она настолько популярна там за бугром, в принципе. Но у нас-то её понятное дело быть и не могло. Потому что этот картридж не пирать или вообще. Это было слишком дорого, я так думаю. Там же, по-моему, батарейка была, все дела, чтобы записи. Так, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok так в общем ладно все на этом кто-нибудь там уже проснулся стримить заколебал то twitch меняться с обновленного на старый вес в дэшборде там старая версия отвечаю о фолловерах обновлены давайте что ли пола расслабление 4 бегает 4 вечера 10 утра расти да тут я запустил стрим объяснить там стенду кое-какие страдки немножко засиделся уже заканчивают принцип half-life 2 для ты просто даже не стал менять дэшборд я думаю ну блин так чисто символически запущен не рал ты будешь запускать так ладно все хорошего дня всем я пойду